Дороги разбиты, дома разваливаются, крыши текут. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Игры со смертью. Житель Новоалтайска боятся оказаться под завалами собственного дома. Дырка прямо в потолок, а там деревянное покрытие. Опасный переход. Жители Барнаула вынуждены ежедневно преодолевать полосу препятствий. Пешеходный переход в аварийном состоянии. Очень плохо ходить. Во-первых, не хватает шага. Маломобильным людям, я вообще не знаю, с колясками ребенку, вообще нереально пройти. Жители этой двуэтажки в Новоалтайске, как никто, ценят каждый миг своей жизни. Дом, в котором они проживают, пришел в удручающее состояние и может рухнуть в любой момент. А под завалами могут оказаться целые семьи. Дом японцы строили. И вот он рушится, по обрешетке все. Здесь в подвале есть кран. Мы воду набираем. Смотрите, честно, не поисколько. Там сырость. Сырость и разруха царит доме на Беляково 40. Борис Жусупов приобрел квадраты двухэтажки 6 лет назад. Дом уже был на 40% изношен. Сейчас процент износа все 70, уверен мужчина. Из-за того, что дом повел в ту сторону, видите, как он горлом встал. Подъезд рассыпается, квартиры проваливаются. Кажется, еще один шаг, и наша съемочная группа вместе с домом. Его обитателями уйдет под землю. Дом в ту степь ведет. И здесь он просаживается, вот в этом месте. Получается, в этом углу он полностью просаживается. Если залезть в подвал, в подвале вы увидите дом. Там нет лака. Он вот так из щитов сделан. Если пол разобрать, то вверх полностью упадет вниз. Видите, как потолок должен быть ровным, а он просел вовнутрь. И так же спали. Смотрите, полы горбом. Видите? Я даже кровать не могу поставить ровно. Мне приходится подставлять, потому что она вот так вот гуляет. Все уходит. Я уже там поставил подпорки, поднял бруски, все сделал. Все это, грушится. Последние три года стало все хуже, хуже, хуже. Ну, так вот и живем как. По-стариковски. У дома на Беляково нет обслуживающей организации. Двухэтажка находится на балансе самих жильцов. Поэтому они вынуждены сами за свой счет поддерживать в ней жизнь. Я сам за свой счет соседи собирали в свою сторону. А это я вот Г-образную в свою сторону. Видите? Вручную все сам заливал. Все вот так. Вот эту часть я, видите, как утепляю. Если ее отодрать, там пусто. Просто пусто вовнутри. Капитальный ремонт дома запланирован аж на 30-е годы. Жители просят местных властей помочь сдвинуть сроки, либо признать дом аварийным. Чтобы нам признали межведомственная комиссия, признала этот дом аварийным, подлежащим сносу, на расселение. На что был ответ от администрации, что вы должны сами сделать экспертизу. Но экспертизу сделать жильцам просто невозможно, потому что здесь проживают инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи. В связи с тем, что экспертиза дорогостоящая, просто нереально собрать деньги на эту экспертизу. 50-70 тысяч рублей. Цена строительно-технической экспертизы, которую установит реальный износ дома. В двухэтажке проживают всего 18 человек. Такая сумма для людей просто неподъемная. Орган местного самоуправления не должен самоустраняться от решения данной проблемы. Если такое происходит, необходимо, наверное, уповать на надзорную функцию органов прокуратуры, обращаться в органы прокуратуры. Тем более, есть там незащищенные социальные группы населения, которые там проживают. И они вправе рассчитывать на поддержку со стороны надзорного органа в этой ситуации. Но коммунальные юристы говорят, нужно в срочном порядке исследовать дом и принимать безотлагательные меры по его восстановлению либо сносе. Кстати, местные жители говорят, что ситуация с ветхим жильем на Волтайске аховая и не решается годами. Вот дом по соседству тоже требует расселения. Несколько лет назад обвалилась крыша. Случайно только никто не пострадал. Поверхность-то восстановили. На этом все проблемы закончились. Обратят ли внимание власти на ветхие дома в городе пока большой вопрос. А ведь время не ждет. Дом на Беляково 40 может рухнуть в любую минуту. Там вот пустое, вы видите. Начало гнить. Вот здесь отходит. Вы можете посмотреть, что тут пусто. Переход трамвайных путей на Петровском рынке полуразвитый. Если часть людей здесь хоть как-то может перемещаться, то вот мамочки с колясками делают это с большим трудом. Скажите, насколько некомфортно сейчас было здесь передвигаться? Ну, некомфортно. Ребенка трясет. Было бы, если бы асфальтировано, конечно, лучше. Приходится регулярно здесь ходить и терпеть такие нюансы? Да. В седьмую больницу ходим уже 17 дней каждый день. Переходить – значит преодолевать препятствия и рисковать здоровьем. Ежедневно испытывать судьбу приходится как взрослым, так и детям. Переход через трамвайные пути. На Петровском рынке уже второй год разваливается на части. Люди спотыкаются и даже падают. В социальных сетях варнаульцы забили тревогу. Просят чиновников восстановить опасную переправу. Здравствуйте. Телевидение. Снимаю про разбитые трамвайные пути. Скажите, насколько здесь плохо ходить? Очень плохо ходить. Во-первых, не хватает шага. Вот маломобильным людям, я вообще не знаю, с колясками ребенку вообще нереально пройти. Ну, мне тяжело ходить очень. Потому что там даже асфальта нет около трамвайных. И приходится переступать, а ноги болят, поэтому очень трудно. Очень некомфортно сейчас шла, запнулась. На трамвае скорость линии сойдет, потому что там такая вмятина огромная. Трамвай идет, и вот так вот, особенно с этой стороны, аж вот так все трещит. Мало того, что пешеходный переход нуждается в ремонте, местные жители просят инспекторов ГАИ установить в этом месте светофор. Потому что здесь поток большой людей. Постоянно отсюда туда ходят. Люди еще пишут, что здесь необходим светофор. Обязательно, обязательно, потому что водители не соблюдают никаких правил. Пешеход идет на середине дороги, а они едут. Со светофором будет комфортно и водителям, и пешеходам, уверены люди. Появится ли на северо-западной долгожданный сигнальный знак, мы спрашиваем в официальном запросе у Барнаульской ГИБДД. А что касается разбитой переправы, то ответа ждем от городского комитета по дорожному хозяйству. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова